В доме событий страшней нет, из стенки вырвали гвоздь. В течение дней шелестенье лет, туман, ветер и шум дождя. Не было довольно того, что след остался после гвоздя, когда же след от гвоздя исчез под кистью старого маляра. Мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Моей любви ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И в теплом ветре ловить опять, то скрипок плачь, то летавров месть. А что я с этого буду иметь? Того тебе не понять. Но что вам еще рассказать о себе? Кхм-кхм. Жизнь полна неожиданностей. Кстати, вы не помните, кто сказал? Кажется, Вольтер. В общем, мои родные принадлежали к аристократическому роду. Мама из научной среды, а папа? Папа был очень красивый. Смесь цыгана с Югославом. Вы представляете картину? Мама! Юная светская с жонглером убежала. Без всего, с одной только с другой. Опять забыла твое имя. Мама нарекла меня Ларан. Ларан? Дедушка звал Лариса, а близкие просто Ларан. Близкие-то это кто? Те, кто недалеко. Остальные окликают тебя Ларан. Ну да. Отчество-то, как наш. Папу звали Ларя. Я из сумасшедшего дома. Я серьезный гражданин. Я серьезный товарищ. А в чем дело? Ни в чем. Просто мне показалось, что я вас видел здесь несколько лет назад. И решил узнать, больной вы или нет. Здесь еще одна девушка была. Слушай! Ты что ты ко мне прицепился-то, а? Я просто хотел предложить вам погулять на воле. Погуляй отсюда, погуляй. Девушка, а вы что сюда? Извините, что побеспокоил. Аня... Цветок приехала на Радьбу Левых. Она в школе гербарии задали. А если без шуток? Слушайте, чего вы ко мне прицепились-то все, а? Я вас, кажется, не трогаю. Еще бы не хватало, чтобы ты меня трогала. Фамилию выспер мне. Какую фамилию? Фамилию. Что ты прицепился-то? С вами не говорят. Дайди от меня. Фамилию. Следите за афишами. Мы на это отвечаем. Девушку Мария зовут. Да. Пожарница вас ищет. Какая? Так, ладно, иди погуляй. Ой, кто-то какой. Где он? Где чейс-то он делал? Офицеры. Этот что был, он с вами? Он? Он физик-атомщик. Вы вообще представляете, какая его нагрузка на мозг? Вы себя на его место поставьте. Вот в день столько, сколько у вас за пятилетки. Он, может, с вами еще и шутит? Силы в себе нахуй. Понятно. Ладно. Пойду, действительно, прогуляюсь. Кстати, не подскажете в зонтик-то брать с собой? Ой, ты старый. Поврешь еще, отвечай. Могу это, чучелом работать. Тамара, с тобой. Молодой человек. Ой, Ванька. Я вам сколько раз повторяла, не нарушайте правила распорядка. Здесь женское помещение. Что смеетесь-то, а? Мужчинам надо вытирать. Здорово, Мария. Вань, кто у вас живет третий дом на повороте? Нет, ты представляешь, иди, говорит, ко мне, потрачить за два огурца в месяц. Больше двух не могу, не урожай. Ты не провезла с собой поесть-то? И еще там. А что не привезла? А что это? Там вообще на самом правде, что мы на стене не долгали. Тебя не нравится. Бери хлеб. Не волнуйся. Вот, ты, внизу, на дороге. На дороге выстакал. А здесь ты? Здесь ты зачем? Такое. Скажешь, домой заходил? Забыл бинокль, понял? Все в порядке. И такое задание дали. Чтобы никто лишний в столицу не проехал. Так или нет? Вот ее надо домой к нам. Я... Которую? Ее Мария зовут. Твой дом теперь в Москве. Забыл бинокль, про тебя, про тебя. А я вот здесь, среди. Ой, слушай, ну как. Так, ладно, пойдем на воздух. Ударов? У меня дел здесь полно. Песку бочки наносить. Шланги проверить. Вот, сушняк. Все рассоснуть с одной из пустынокладушек. Ладно, жбать-то в это. Плохо. Сынок. Лейтенанта, слава богу, нашелся. Пошел, сказал, наверх. Наблюдательный пункт оборудовый. На нас сейчас весь мир смотрит. А ты вот китель скинул, рубашку расстегнул до пупана. Я смотреть на тебя не могу. Все, иди отсюда, не позорь. Мать, слушай. Так и летел домой сразу. Лейтенанта, я буду. А ты не указывай мне, сколько пить. Вот да. Иди, там тебя ищут уже. Наверное. Где лопата, а? Здесь же стояла. Варю, она во дворе должна. Ты сказала подмести, я подмела. В дворе стоит. Вот и я накопаешь. Метла у меня для полета. О, лампочка в патроне. Муж мой был путейский обходчик. Люди его называли заходчиком. Гулял он от него. У нас всякая шваль сделилась, кому в город нельзя было. Цыгане. Он и к ним заходил. Татарин он был. С юга, с крымских степей. С умнейшей головой. А знаешь, на газету раз посмотрит, всю наизусть помнит. Даже в какой типографии отпечатал. Не мог он дома дня просидеть. А потолок, говорит, мешает. Я-то не мог вредить. Решила за ним проследить. Вы меня слушаете? Я вас слышу. Слух не болит. Идет он ночью по колее. А я за ним, придорожником. Как остановился, голубь назад запрокинул и стоил. Стоил. Долго так стоил. Нет, так было. Татарская кровь к ним заговорила. Может, он молится. А он вдруг Так закричит. Вверх. По волчке. Я как косой среди. Балку лап запресила. Назад я домой ползала. У меня ноги отрели. Я ведь только потом поняла, Что это он пил. Каждую ночь, когда ветер к нам был доносил. Ты чего? Песня такая. Меня один зодчий Лепил из пластилина эскизно. Потом отлил бронзи, Отвез на выставку, Взял диплом первой степени Скотина. Знаете, как мою статую назвал? Девушка с кувалбой. А потом отвез куда-то на заставу И продал за полцетни Ракобанево мясо. Я, Валентин. Валюш, Подъехали к тебе. Соседи говорят, поднимайтесь, Резервация ваша наверху, А сюда колдобины. Овсяников только новую машину взял, Зубами скрипит, говорит, Двигатель надорвется. Ну, народ, а. Все знает. Уже и нервык нашили. Резервация. Ань, ты что-то болтала? Да я таких слов не знаю. Напарница твоя не понравилась. И самой бы тебе неплохо было бы Стотреткой приехать. Замените, пожалуйста. Вот такое мир жилища. Это Анна и Мария. Здравствуйте. Может, еще кто подъедет. Нет, нет. Все равно больно ты страшна. Ну, скажи, что из сельской местности, пастушка. Скажи, Лора на подходе? Имеем такой асортимент выбора. А я ее не трогаю. Я голоса тебе выру, поняла? Точно. Что думаешь, я валерик, что ли, совсем? Я импорту работала. У меня с торговой были. Рио-де-Жанейро, Марсель, Гарачи. Ждите, девочки. Мы скоро будем вашим. Сигарета дала в зубы. Лейтенант, скажи, спасибо. Чао. Вот вы знаете, я и во сне летала, и наяву летала. Вам вырасти так и не удалось. Я и с горы прыгала, и на горы летала. Даже сейчас, представляете? Вот такой новый. Странно. Почему вы заговорили именно об этом? Я как раз подумал примерно о том же. Вот на этой койке лежал один грек. Некоторые ляди. Кличку, конечно, дали ему Одиссей. И спрашивали, как дела, Одиссей? Кого? А он. Лежу на облаках. Да. Слушайте. А хорошо дурака. Захотел, лег на облаках. Нет. У меня все просто. Я, я воздушная гимнастка. Ну, вы знаете, я с детства в цирке. Ну, меня родители постоянно брали с собой. Ну, а что я? Я удобная крошка была, знаете, из ящика в ящик. Так дырк-дырк-дырк-дырк. Пилили меня постоянно. Но не по-настоящему, конечно же. Вот. А теперь, а теперь я воздушная гимнастка. И вы знаете, в Москве, в Москве хочу что-нибудь показать. Вот думаю пока. Вот у меня есть идея. Послушайте. Я вся в красном. Подкупленный цирк. Меня передают из рук в руки, как вымел какой-то приходящий. Знаете, я, я летаю. Я летаю. Благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла. И потому мои дела немного пользы вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил. И жил в плену. Таких две жизни за одну. Но только полную тревогу я променял бы. Если мог. Думала. Надену на каком-нибудь приеме. Для чемпиона. Клара. Клара была в судаке у меня в прошлом лет. Обещала привлечить в этом. Говорила, будут шансы. А вот видите, где я оказалась? Ну ничего. Сумасшедший доктор. Тоже подойдет. Ну иди сюда. Шансик. Ну подожди, ты только не торопись, ладно? Да стой! Нравлюсь я тебе. Да. А я это сразу поняла, когда ты... Когда ты вернулась. Боишься? Да не бойся. Да не бойся. Надо же ведь, чтобы у нас с тобой все красиво было, да? Ой, смотри. Еще светло. Звезда уже горит. Это Венера. Богиня любви. Торопится девушке себя показать? Замуж хочет. Это сигнальная ракета. Ночь-то воская темна. Только звезды и луна. Над рекою, над рекою, над рекою, над рекою плеск весла. За рекою крик осла. А-а-а-а-а-а-а, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. У пастушки пастух, у пеструшки петух, У козлицы косёл, у ослицы осёл, Ну а я, ну а я одинокая. На заре пастух встаёт, На заре петух поёт. За околицей, за околицей, За околицей села. Раздаётся крик осла. А-а-а-а-а-а-а-а... У пастушки пастух, у пеструшки петух У козлицы козёл, у отлицы осёл Ну а я, ну а я одинокая